В Москве состоялся третий октябрьский пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, который собрал делегатов не только России, но и Украины и Белоруссии. Главная тема пленума – национальный вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов. Гостей встречала выставка-презентация регионов России и других братских стран. С докладом по основному вопросу пленума выступил председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. Уважаемые товарищи, уже в тот момент, когда Киев получил право называться матерью городов русских, наша страна формировалась как государство многих народностей. Мирно-национальные отношения здесь всегда были и вопросом политики государства, и предметом заботы народных масс. Не случайно для светоча русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина было так важно ощущать себя сыном всей России. Слушайтесь ее слова. Хороший друг, лучшая драгоценность, так говорят русские, украинцы, белорусы, армяне, татары, осетины. Дружба превосходит родство. Верный друг, лучшая родича, дружба рождает песню братства. Такие пословицы есть у азербайджанцев, адыгейцев, даргинцев и других народов. Язык дружбы не нуждается в переводе, добавляет к этому башкирская пословица. Советский образ жизни в полной мере подтвердил справедливость народной мудрости, идущей от повседневного житейского опыта. Дружба людей, гору сокровищ создает, утверждают тувинцы. И действительно, созидательный труд стремительно укреплял могущество советской державы, вопреки всем испытаниям. Если дружба велика, будет родина крепка. Эти слова родились уже в советское время, и они так созвучны в слагской пословицей «Если крепка дружба, то и родина крепка». Понимание святости дружбы, благородства и благотворно сказалось на характере всех межнациональных отношений в нашей стране. Общность исторических судеб прочно связала наши народы на этом фундаменте, и нужно строить будущее России. Согласно переписи населения в Российской Федерации проживают представители свыше 180 народов, ряд официальных документов упоминает более 190 наций и народностей. Три главные задачи решали противники власти Советов в годы так называемой перестройки, подорвать единый народохозяйственный комплекс, возбудить антикоммунизм, посеять национальную рознь. Эти процессы всячески подпитывали те, кто жаждал уничтожения СССР, результаты их деяний известны, разрушение единой хозяйственной системы вызвало затяжной экономический кризис, разгул антикоммунизма подвел к запрету правящей партии, скрепляющей всю систему управления и обеспечившей целостность страны. Национальная рознь породила недоверие и конфликты между народами, способствовала разделу единого государства. Угрожающие схожие тенденции наблюдаются и сегодня. Экономический кризис в стране обостряется, антисветин по-прежнему отравляет души людей, межнациональные отношения превращаются в кулубок все более острых и запутанных противоречий. Видев все это, мы посвящаем сегодняшний пленум национальному вопросу и задачам партии по укреплению дружбы народов. Готовясь к нему, Центральный комитет продолжил практику предварительной публикации, выносимых на обсуждение докладов. Это особенно важно, учитывая серьезность и остроту темы. Отзывы на доклад продемонстрировали, что коммунисты поддерживают оценки и выводы президиума ЦК, подтвердило это и обсуждение темы национальный вопрос современной России на круглом столе в редакции газеты «Правда». Далеко не каждая политическая партия отважится сегодня включить в повестку дня вопрос о межнациональных отношениях. Только эта партия, которая имеет опыт выстраивания этих отношений, пожалуй, может сказать, что ей это по плечу. Поэтому сегодняшняя повестка дня, она не внутрипартийная. Она общая, она общенародная, она волнует всех, я даже не побоюсь этого слова, она межгосударственная. Можно по-разному относиться к Ленину, можно по-разному относиться к Сталину, но мне кажется, ни у кого не повернется язык не признать того факта, что именно эти люди не только в теории, о чем писали Маркс Энгельс, но и на практике впервые воплотили замечательные тезис о том, что человек человеку друг. И вот этот принцип пролетарского интернационализма, он впервые был воплощен в жизнь в Великом Советском Союзе. Поэтому все выступления, которые сегодня звучат с этой трибуны, они заканчиваются одним пожеланием и верой в одно, что мы восстановим великое союзное государство, мы обеспечим вообще счастливое будущее всем людям труда, их детям и их внукам. За это мы, коммунисты, боремся. Серьезной угрозой единства многонационального народа является разрыхление его русского ядра. Егитимизация сепаратизма зачастую идет под логаном возрождения особой региональной идентичности. В Ростове-на-Дону уже проводилась конференция по проблемам формирования южно-русской идентичности. Спонсорами являлись организации США, а докладчики из Польши и даже Украины обсуждали способы раскола национальной идентичности русских. В Сибири действует группа, призывающая выделить этот регион и состава страны. Охотническая альтернатива прямо утверждает, что Сибирь, как колония России, имеет право на самоопределение, вплоть до деления. Слышу дискуссии на одном из радиоканалов. Уважаемая особа говорит, это хорошо, если Россия развалится, по уральскому хребту отделится. Для этой особой специально хочу заявить, идет прямой репортаж. Она поклонится американскому образу жизни. Если бы она сделала это заявление в Соединенных Штатах Америки, ее бы вечером арестовали, а на утро писали бы все имущество и отняли. Я как-то американцев спрашиваю, почему у вас такой суровый закон, даже словесные призывы к расчлению страны караются огромными тюремными заключениями. Они говорят, а вы вдумайтесь сами. Аляску мы у вас задарма получили. Матхенден принадлежал голландцам. Флорида принадлежала испанцам. А два штата Нью-Мексико и Техас мы отхватили у Мексики. Если мы кому-то разрешим хотя бы говорить о том, что надо расселять страну, мы завтра развалимся. Поэтому мы должны внести предложение нашей депутаты, что даже словесные призывы к расчлению единой и неделимой России будут караться тюремными заключениями. Как сибиряк, как представитель сибирского региона, хотел бы напомнить, что сегодня Альбас, такие как Альбас, да и вся страна, живет, вообще говоря, за счет ресурсов, за счет труда сибирского именно региона, за счет нефти, газа, алюминия, драгоценных металлов, алмазов, которые добываются там, за Уралом. Чего она хочет разрезать, от чего она хочет отдать под контроль Китая или кого-нибудь еще? Речь идет фактически о том, чтобы уничтожить Российскую Федерацию от лица сибиряков, от лица всех граждан Российской Федерации. Я вообще требую извинений за подобное высказывание. Ну, а в докладе Геннадия Андреевича прозвучало прямое поручение фракции КПРФ поставить во время пленарного заседания во время пленарного заседания в Госдуме вопрос об ответственности за подобные высказывания. Инициировать законопроект, который бы не просто запрещал, накладывал запрет на подобные высказания, публичные высказания имеется в виду, но и уголовную ответственность. Я думаю, это очень злободневно, очень важно сегодня, потому что речь идет о цельности, о единстве нашего государства. Я напоминаю, мы жестко высказывались против демаркации границы с Китаем за счет территории Российской Федерации, когда делили, отдавали острова русские, Тарабаров. Мы занимали жесткую позицию по поводу Курильских островов, когда в Ельцинский период говорили о возможности поторговаться четырьмя нашими вот этими островами там на Дальнем Востоке. А сейчас вот так запросто собираются, готовят общественное мнение к тому, чтобы не просто две трети России отдать, а фактически уничтожить Российскую Федерацию. Империалист крайне изобретательен в своем цинизме. Специальные усилия прилагают его идеологи, чтобы закамуфлировать противоречия между трудом и капиталом, заместить его проблемами этнокультурного свойства. Одним из инструментов здесь стала миграционная политика. Еще недавно главным для европейской общественности был вопрос, как создать новое общество, где владыкой мира будет труд. Теперь же тема борьбы с капиталом подменяется спорами об этнических и религиозных противоречиях, о половом воспитании детей и правах сексуальных меньшинств. Правильная оценка классового и национального приобретает для коммунистов и всех патриотов особую остроту и значимость. Компартия России верна лозунгу возрождения обновленного Союза СССР. Воссоздание Союза – необходимые условия выживания наших народов в 21 веке. Курс на воссоздание большой общей родины взять нами с момента возрождения партии. Он определен съездами братских народов с участием российских коммунистов. Последний съезд КПРС специально рассмотрел вопрос о судьбе советского народа и перспективах его возрождения. Верность идеалам мы со своими соратниками еще раз подтвердили в апреле текущего года в Киеве, отмечая 20-летие СКП КПСС, задачи объединения наших народов в новый союз требуют самого пристального внимания к межнациональным отношениям. Нынешняя власть в России не в состоянии решить национальный вопрос. Раз за разом звучат выстрелы и взрывы терактов, проливается кровь в Дагестане, обманщего спокойствия в Чечне. Неуправляемая миграция крайне тревожит русское население. Единство многонациональной страны под угрозой, скрывая истинное положение дел, властующая группировка, отказалась от чисто либеральной риторики 90-х годов, перед народными массами она стремится предстать патриотической силой, гарантирующей национальное единство. В демагогии поднатарели Единая Россия и Общенародный фронт, но они продолжают курс, отдающий страну на заклание мировому капиталу. Тому подтверждение вступления без подготовки России в ВТО, новый раунд приватизации, в том числе и стратегических предприятий, антисоциальные реформы в ЖКХ и образовании, расправа над Академией наук, наша партийная пропаганда должна настойчиво разоблачать этот лжепатриотизм и такого рода антинациональные действия. За тысячелетнюю историю России в наш состав, в состав русского государства вошло много народов. Ни один народ не был уничтожен. Все культуры сохранялись, поддерживались. Вот в Сибири есть огромное число малых народов. В Сибири, Дальний Восток, на Севере. Так во время советской власти они получили письменность. Они стали писать книги. То есть эта культура поднялась еще на более высокий уровень. Это совершенно русский опыт освоения территории. Он совершенно отличается от американского, от испанского, от британского. Там действительно были колонии. Там колониальные отношения. А у нас было по-другому. Мы строили свой большой общий дом. И мы хотели, чтобы он развивался, чтобы он хорошел. И поэтому те, кто живут в этом общем доме, они тоже должны подниматься на уровень. И входя в семью русского народа, малые народы, другие народы, они приобщались к русской культуре, к русскому языку. Они входили в цивилизацию. Ведь многие, когда посоединялись к нам, были либо на уровне каменного века, либо в дремучем Средневековье. И мы поднимали их. И вот как раз в этом многообразии наша сила русского народа. И это наш подход. Это наши принципы. Это наши традиции. Вот именно вот это вот сохранение этого многообразия. Но что не может не тревожить, конечно, это вот ситуация с тем, что фактически последние 20 лет идет геноцид русского народа. Геннадий Андреевич приводил цифры о том, что 8 народов, ключевых народов нашей страны за эти 20 лет очень сильно потеряли. Идет убыль населения. Конечно, больше всего страдает русский народ. И это делается осознанно. Потому что если русский народ болен, если он не слабеет, то и вся конструкция российского государства слабеет. И тогда на нем основан, это фундамент нашего государства, русский народ. И если фундамент размыт, если он растащен, ослаблен, тогда здание рухнет. Имперский Запад продолжает холодную войну против нас. Она все больше перестает в горячую. Ее стратегия учитывая, что Россия многонациональная страна. Целых ее ослаблений используется как национализм местной буржуазии, национальных образований, так и русский национализм, способный подточить силы государосообразующей нации. Глубиопасности грозят разрушить целостность страны. Этого и добивается мировой капитал, содействие росту национал-сепаратизма в России, технологии разжигания методетнических войн, отработан задолго до так называемой арабской весны. Методы провокаторов и сегодня работают на экспансию Запада. Показательно, что либеральные оппозиции в России, критикую власть, никак не касаются внешней экспансии. И тут же, без тени сомнения, либералы-западники заиграют с русскими националистами. При видимом неприятии друг друга, они стояли бок о бок и на Болотно, и на Сахарова. Алексей Навальный, прямой продукт этого союза, выпускник Ельского университета США, демократ и защитник гражданского права, охотно окучивает националистическую поляну, столь же охотно либералы-западники поддерживают проявление национал-сепаратизма в России. Все это таит опасность, но раскроя страны по этническим швам. Ельцинское берите суверенитета, сколько проглотите, не забылось. Тенденция воинствующего национализма еще в 90-е годы наметилась в Татарстане, Башкирии, ряды республик Северного Кавказа, да и других регионах. Но внятной национальной политики у центральной власти нет до сих пор. В прошлом году указом президента утверждена стратегия государственной национальной политики до 2025 года. На основе появилась федеральная целевая программа укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народа в России. Но вся эта программа обойдется властям в 230 раз дешевле, чем Сочинская Олимпиада. Посмотрите на бюджет, там не нашлось даже денег на поддержку русского языка. А знающих русский язык за эти годы сократилось на 150 миллионов человек на планете. Для сглаживания национальных противоречий правящие круги идут простым, но опасным путем заигрывают с местным национализмом. Льготное финансирование отдельных республик призвано умиротворить их знать. На рабочих и крестьян, имейте ввиду, привилегии эти не распространяются. Но элиты возбуждают национализм, который нередко мешает угнетенным незам увидеть все это. На таком фоне вбрасывается прогуляционное предложение выделить отдельные республики и составы России. В общественное сознание внедряется идея неизбежности изменения государственных границ. К сожалению, у нас в России и в Российской Федерации нет национальной политики. Ну и, соответственно, достаточно много проблем. В стране, в которой проживает почти 200 народов и народностей, конечно, должна быть соответствующая национальная политика. Но это одна беда. Другая беда, на мой взгляд, это то, что с моей страной, с Российской Федерацией, сейчас проводится ту же самую работу, которую проводили с Советским Союзом по разрушению. Мне, ну не только мне, а многим понятно, что те процессы, которые проводятся именно в национальном вопросе, проводятся для того, для того, чтобы разрушить Россию. И я бы хотел, используя эту возможность, обратиться к думающим людям о том, что вот та тенденция, та политика, которая сейчас проводится правящим режимом, придет к тому, что Россия, извиняюсь за выражение, но скукожится до Московской области. Всем разумным людям нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию разрушить и наоборот привести к тому, что не на словах, а на деле возродить наш любимый, родной, великий, могучий Советский Союз. Вот мы идем с вами к 70-х годовщине великой победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Но вот, к сожалению, я сейчас под сомнением, что если бы сейчас напали фашисты на нашу родину, победили бы мои или нет. Нравится это кому-то или нет, но это факт. Например, на знаменитой фотографии, когда водружается красное знамя над Рейхстагом, изображен чеченец. Это исторический факт. Смысл не в том, что я принадлежу к чеченцам, и, наверное, мой народ наиболее пострадавший после развала Советского Союза. Мне очень не хочется, чтобы на моих глазах и мои друзья, дети, родственники жили на разваленных российских федераций. Россия стала жертвой финансовой олигархии. Наш 15-й СС объемно показал картину современного мира. Его проблемы и противоречия. Финансовый капитал утвердился в качестве главной силы мирового империализма. Независимость большинства государств под угрозой, их национальное богатство объект вожделения мировой олигархии. Для владения им провоцируются псевдореволюции, разжигаются противостояния между народами и конфессиями. Глобалисты настойчиво реализуют планы установления нового мирового порядка. Начатый новый этап колонизации России. Ее капиталу не оставляется особых перспектив. Не замечать этого власти уже не могут. Вот почему на Валдае президент Путин говорил, что мир становится все более жестким, что международное право нарушается, что для однополярной модели мира нужны только вассалы. Он призвал граждан искать общие цели развития, сохранить культурно-духовный код нации и гордиться своей историей. Признания Путина достойны полного пересмотра проводимой политики. Но слова, похоже, опять остаются словами. Уже через неделю премьер Медведев вновь требовал распродажи остатков госсобственности в Сочи на международном форуме. Либеральная колея власти все глубже погружает страну в трясину кризиса. Безработица одних, нищенские заработки для других, урезание социальных гарантий для всех, в такой обстановке живет сегодня наш народ. Рушатся надежды людей, ломаются их судьбы, промышленный производство стагнирует, совокупный внешний долг вырос с начала года на 70 миллиардов долларов и превысил международные резервы России на 40% в этом году по оценке специалистов страны будет вывезено 75 миллиардов долларов это 2,5 триллиона рублей. Срыв предвыборных обещаний партии власти абсолютно неизбежен. Все, что происходит в стране и побудило КПРФ инициировать в Государственной Думе процедуру отставки правительства Медведева. Миллионы людей заявили о поддержке нашей позиции защиты их интересов ключевая задача партийных отделений в июне этого года Всероссийский съезд депутатов коммунистов выдвинул важные инициативы они легли в основу нашей законотворческой деятельности в центре и на местах так фракция КПРФ Думя предложила проект закона о промышленной политике то есть о новой индустриализации страны мы его недавно представляли на национальном конгрессе и на клубе торгово-промышленной палаты где получили самую широкую поддержку промышленников конструкторов и представителей делового национально ориентированного бизнеса для поддержки таких шагов нашим активистам сторонникам следует использовать широкий арсенал всех средств от пресс-конференций до проведения митингов и других акций задача текущего момента продемонстрировать обществу на следующий год власть предлагает бюджет катастрофы он отбрасывает страну на 10 лет назад по сути убиваются все точки роста даже то что они создавали сами последние годы правительство крайне заинтересовано принять этот беспрецедентный бессовестный бюджет без развертывания обсуждения многие важные статьи расходов просто идут под нож вся созданная промышленность по сути убивается она не получает никакой поддержки все это крайне скажется на жизни граждан сегодняшний пленум основным вопросом рассматривает национальный это вопрос который к великому сожалению в нашей стране становится все более острым и все более актуальным и те аналитические и цифры и теоретические разработки исторические экскурсы которые были сделаны в докладе и затем в выступлениях других наших членов центрального комитета они говорят о том что все что сегодня происходит в нашей стране с нашей стороны очень глубоко теоретически и исторически проанализировано другой вопрос что к сожалению сегодняшняя власть сегодняшние руководители разного уровня в том числе и самого высокого государства к сожалению ведут себя таким образом как будто они и не жили в советское время и не видели этой реальной дружбы народов которая у нас в стране была и которая вот в самом таком концентрированном виде была показана во время Великой Отечественной войны когда люди защищали наш общий дом в Советский Союз и при этом не обращали внимания на то в штыковой атаке кто с тобой рядом бежит какой национальности и оба сражались и умирали за наш общий дом я глубоко убежден что сегодняшняя наша власть она уже много раз нам всем показала что те предложения которые мы вырабатываем я имею ввиду наша партия они не могут быть восприняты этой властью просто у них другая другая ментальность и другое мировоззрение речь идет не об образовании речь идет о том что они совершенно другого склада люди которые считают что все могут решить деньги и национальные вопросы они решают при помощи денег если где-то что-то загорелось если где-то какой-то конфликт проявился они сразу бросают туда деньги но дело в том что эти деньги которые бросают на якобы разрешение национальных конфликтов они как раз играют роль топлива потому что они прежде всего оседают в карманах чиновников или новоявленных буржуев которые сегодня руководят и всем государством и этими национальными республиками и они начинают понимать что если мы будем центр федеральную власть шантажировать вот нашими обостренными межнациональными отношениями тем более мы можем достичь того что эти деньги к нам будут появляться то есть такое какое-то время все утихает успокаивается а потом с новой силой начинает это вот такой изощренный шантаж центра и так как сегодняшняя власть других способов и других не знает и не приемлет то ситуация возрастает вот так по восходящей линии с каждым к сожалению годом и с каждым месяцем потому что не проходит и месяца не проходит и недели как не возникают такие конфликты когда уже простые люди начинают брать в свои руки организацию порядка у себя на территории как это произошло в последнее время к сожалению в Москве и то же самое происходит во многих других территориях это говорит о том что сегодняшняя власть не способна решить национальный вопрос для подавления пролетарского интернационализма власть большинства стран СНГ поддерживает национализм тайно и явно прямо и косвенно буржуазным кругам любо и дорого все что имеет антисоветский и антирусский окрас сегодня наши товарищи из компартии Украины под руководством Семененко энергично противостоят националистам выходка которых уже виден звериный оскал фашизма антисоветизм антикоммунист и русофобия прочно поселились в Литве Латвии и Эстонии этими же настроениями пропитана нынешняя верхушка Молдавии давайте мы пожелаем нашим друзьям в это сложное время активной борьбы и заявим что мы с ними солидарны их поддержим наша задача возрождение общего отечества союзного отечества является ключевой для всех нас но фашист поднимает голову как и накануне второй мировой войны финансовая олигархия лелеет нацизм и держит его прозапас а претензии на исключительность США американские ястребы высказывают уже открыто и даже агрессивно не удержался Обама от этого выступая с трибуны ООН дело в деле противодействия реакции у нас с вами много работы борьба коммунистов с национализмом получит успех если будет интернациональный чтобы остановить зло необходима опора на международную солидарность пришло время обратиться к опыту комментарно 30-х годов минувшего века детально его изучить и использовать с поправками на время и на современные тенденции международном коммунистическом и рабочем движении В истории партии национальный вопрос не раз становился центром горячих дискуссий Особую остроту они приобрели в конце 20-х начале 30-х годов минувшего века На тот момент ВКБ определились два уклона в национальном вопросе В сторону великорусского и в сторону местного национализма их буржуазный характер был скрыт Сталином в докладе 16-му съезду партии в июне 30-го года По Сталину суть уклона к великорусскому национализму состоит стремление обойти национальные различия языка культуры и быта стремление подготовить ликвидацию национальных республик и областей уклонисты были готовы покончить с национальной культурой народа в СССР перейти к политике ассимиляции Сталин без обвиняков заявил цитирую не может быть сомнения что этот уклон в национальном вопросе прикрываемый к тому же маской интернационализма именем Ленина является самым уточенным и потому самым опасным видом великорусского национализма он убедительно разоблачил ревнительный показного пустого интернационализма ничего общего не имеющий с интернационализмом пролетарским резкую отпыть дал Сталин и тем кто видел устройство СССР по типу царской царской губернской России без национальных республик сегодня отрыжкой царских времен стала риторика Жириновского предлагается примитивный сценарий ликвидировать национальные республики округа установить губернское управление тогда детской государстве установится твердый порядок но ведь до 17 года деление на губернии не защитило Россию от крайнего обострения национальных вопросов идея губернизации лишь отвлекает трудящиеся от главного противоречия между трудом и капиталом социальная рость вот что порождает национальную вражду а Жириновский Навальный и все кто разными способами эпатирует публику русским национализмом лишь провоцирует национализм местный удивительно только как этого не видят некоторые наши товарищи клюнувшие на идею губернизации осуществивая эти планы страну затрещет сразу разгул национализмов война между ними прямой путь к распаду ликвидации России национальный вопрос это один из самых тревожных вопросов которые волнует общественность России в настоящее время и об этом свидетельствуют опросы которые проводятся специалистами вот недавно в общественной палате этот вопрос рассматривался и председатель комитета по междунациональным отношениям Николай Сванидзе очень обеспокоен потому что опросы показывают что растет самосознание русского народа очень резко и особенно русской молодежи и 37% русской молодежи считает что они являются угнетаемым большинством а в Москве и в Питерском регионе этот процент доходит до 46 и не случайно мы видим события в Москве в Бирюлёле нам коммунистам и движению русский лад хаос в России не нужен хаос в России нужен тем кто под эту марку постарается ее разрушить поэтому мы считаем что надо коренным образом изменить национальную политику нынешняя национальная политика проводимая властью в Российской Федерации она противоречит интересам коренных народов России и ведет в итоге к разрушению России потому что она стимулирует русофобию и межнациональную рознь мы считаем что в национальной политике надо обязательно учитывать не только отношения с национальными меньшинствами но и отношения к государство образующему народу Россия в отличие от Советского Союза по критериям организации объединенных наций это моноэтническая страна потому что русских проживает 80% в Российской Федерации но это и многонациональная страна потому что остальные 20% это люди 193 национальностей и естественно мир необходим нужно чтобы была дружба народов но Россия не будет крупным и сильным государством и не будет никакой дружбы народов если государство образующий народ русский который составляет 80% будет в униженном и угнетенном состоянии русский народ он постепенно лишается земли путем миграционной агрессии посмотрите идет целенаправленное усложнение этнической структуры русских славянских регионов туда направляются люди разных национальностей а одновременно идет процесс выдавливания русских всяческими путями из национальных республик это угрожает национальной безопасности России русских фактически лишили имени и сейчас лишают даже памяти в истории о том что они существовали потому что было имя великороссы вот его нет а сейчас убрали из паспорта графу русский значит и это все по плану глобализаторов которые не просто хотят уничтожить русский народ они хотят уничтожить и память о нем в истории ну и никто лучше Сталина не дал определение нации и мы видим что по всем составляющим по которым он определил идет уничтожение устоев русского народа русской нации и русской цивилизации язык язык разрушается территория я об этом говорил экономика на которой экономика существования русского народа рушится потому что хранителем русского образа жизни является село а деревни вообще стираются с лица земли и в них уничтожается производство сельхозпроизводство теперь добрались до малых городов России в них закрывают производство в них закрывают бюджетные организации люди вынуждены зрелого возраста ехать в Питер ехать в Москву подмосковью в Ленинградскую область бросая семьи к чему это приведет это ведет к расчистке территории от коренного населения в связи с этим значит национальная политика должна учитывать что Россия испокон веков развивалась как государство цивилизация и наша задача сохранить эту цивилизацию сохранить те устои которые ее держат и на основе духовных ценностей которые объединяли все наши народы более 100 народов нам надо возрождать новый добровольный союз народов которые входили в СССР потому что выжить в этой современную эпоху в эпоху глобализации может только сообщество с населением не менее 300 миллионов человек нас 140 миллионов русских для нас объективно и для всех народов важно сейчас соединиться и развивать новый союз именно на законах русской цивилизации потому что они веками сплачивали нас и сейчас они могут нас сплотить и уже на примере Украины мы видим что поскольку Россию пытаются развивать по законам западной цивилизации копия даже очень хорошая она ценится ниже оригинала и украинским националистам всегда легче объяснить своему народу что чего нам примыкать к копии мы давайте уже пойдем в Евросоюз это оригинал и он всегда лучше мы проигрываем цивилизационную борьбу за цивилизационную ориентацию наших людей и несмотря на то что президент Путин в последнее время регулярно указывает что мы испокон веков развивались как государство цивилизация что нам необходимо сохранять связь времен и поколений не выбрасывая ни одного этапа что нужно укреплять русский мир не он управляет Россией Россия уже оккупированная страна и все его команды которые он дает не выполняются министерством финансов потому что им руководит всемирный банк я считаю что это одна из основных проблем нашей страны не только КПР как партии но страны в целом более того проблема ее выживания сказал бы я так ибо она наиболее остра и острота с каждым днем увеличивается почему она увеличивается только потому что нет общей объединяющей идеи которая сплотила бы или объединила те многочисленные народы и народности те языки которые живут в нашей стране ведь что было при советской власти наша противника плохая она нехорошая советская власть была может она конечно была нехорошая из их точки зрения но она была объединяющей идеи на протяжении 80 лет более того из-за этой идеи мы выиграли самую страшную войну в жизни человечества Гитлер рассчитывал на одновременно на то что мы не успеем перенести промышленность за Урал и за то потому что мы развалимся как на национальность этого не случилось ибо была та самая идея кстати из-за которой победила советская власть что было у большевиков ничего Антанта помогала не нам Антанта помогала белым почему же белые проиграли да потому что у нас была идея и эта идея была 80 лет сломали ее кстати сказать не только изнутри но и снаружи помогали очень сильно но изнутри предатели сказал бы так потому что сломать Советский Союз можно было только отсюда изнутри ее можно поломать при помощи конечно нехороших людей на Западе сломали ее и что же сейчас определяет то есть объединение страны отвечаю глядя прямо вам в глаза ничего кроме полиции и чиновничества чиновничество пока уже увеличивается естественно поэтому оно увеличивается и коррупция увеличивается ну и бюджет на так сказать полицию увеличивается каждого раза все больше и больше вот это но это вечно продолжаться не может выход один вы спрашиваете меня страшный вопрос а что я так ворот думаю выход только один социализм причем не только для нас но и во всем мире я вас уверяю что рано или поздно это будет да посмотрите Китай казалось бы ну вот там вроде как уже и нет социализма нет он есть ибо лозунги эти живут и не будет этих лозунгов Китай развалится через 20 минут ибо там так же как и у нас есть внутренние Монголии есть юг непонимающие языка севера масса всяких вещей но общая идея их объединяет хотелось бы чтобы наша страна объединяла также этой же идеей высокую цену платит Россия за периферийный криминальный капитализм социальное разделение общества породило и национальный раскол вспыхивают миронациональные стычки усиливается недоверие народов друг к другу растет угроза государственной целостности коммунисты убеждены укрепить Россию дружбой народы значит социалистически преобразовать нашу страну антикризисная программа КПРФ предполагает движение вперед к великой цели возрождения России мы готовы сделать это на основе развития наукоемкого производства создания передовой промышленности и сельского хозяйства наши подходы обеспечат эффективное использование природных богатств страны планомерное использование трудовых ресурсов избавит от перекосов развития регионов позволит обуздать стихию миграции мы отвергаем план уничтожения малых городов и намерены дать им вторую достойную жизнь передовом образовании и здравоохранении видит КПРО залог неуклонного повышения качества жизни граждан мы вовлечем трудящихся управлении страной процесс созидательного преображения нашей великой родины да наша партия выступает за мирный переход к социалистическому развитию но наше требование национализации капиталистической собственности в базовых отраслях экономики носит революционный характер обновление социализма 21 века такова обновленный социализм 21 века такова общенациональная идея которую мы предлагаем только воплотив ее жизнь мы решим вопрос о собственности власти только на этой основе утвердится социальная справедливость и будет решен национальный вопрос наши помыслы чисты идеалы светлы а предложения проверены временем реализация программы КПРФ гарантирует развитие России без кризисов и войн она обеспечит торжество дружбы народов и достойную жизнь нашим граждан тогда гордость за свою страну поселится в сердце каждого человека да здравствует обновленный социализм подлинно национальная идея для нашей страны для нашей любимой Родины до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...